Доброго времени суток друзья. Спецназовцы данного соединения российских воздушно-десантных войск воевали в обеих чеченских компаниях, принуждали Грузию к миру, грузино-абхазский и грузино-осетинский конфликты. Более десятка бойцов бригады спецназа ВДВ стали героями России, пятеро посмертно. По официальным данным Минобороны РФ, датой образования 45-го отдельного полка специального назначения ВДВ считают июль 1994-го. Эта бригада образовалась на базе 901-го отдельного ДШБ и 218-го отдельного батальона спецназа. Практически с первых дней войны в Чечне 45-я бригада участвовала в этой кампании, а затем и во второй, когда боевики вторглись в Дагестан. Согласно статистике Минобороны РФ, выполняя боевые задачи, спецназовцы уничтожили в Чечне с 1994 года по 2006 год свыше 700 боевиков, ранили около полутора тысяч и пленили более 120 бандитов. В конце лета 2008 года в операции по принуждению Грузии к миру два разведотряда бригады спецназа ВДВ потопили шесть грузинских военных катеров, захватили пять переносных зенитно-ракетных комплексов, свыше сотни единиц автоматического и короткоствольного оружия, почти тонну разного рода боеприпасов и пять единиц бронетехники. Журналистам офицеры 45-й бригады разведки ВДВ на условиях анонимности рассказали не только об особых условиях отбора кандидатов в это соединение. В нем остаются служить далеко не все претенденты, поскольку нормативы, условия и требования выше, чем в остальных частях ВДВ, но и об особенностях подготовки бойцов спецподразделения. Десантники-спецназовцы больше, чем кто-либо из военнослужащих других родов войск, расходуют боеприпасы. В каждом боевом выходе непременно проводятся стрельбы. Командование полка подобную практику только поощряет, полагая, что чем чаще десантник-разведчик будет стрелять, тем результативнее он сработает в реальных боевых условиях. На вооружении бригады наисовременнейшая бронетехника и самые последние образцы специального снаряжения. Спецназовцы бригады наблюдают за районами вылазки с помощью отечественных беспилотников. Еще одна отдельная группа специально подготовленных десантников имеет навыки точечной высадки с помощью уникальных парашютных систем «Арбалет-2». Арбалетчики на таких устройствах способны приземлиться в квадрат с точностью до полуметра и сходу вступить в бой. За все время существования бригады спецназа порядка двух тысяч его солдат и офицеров были награждены боевыми орденами и медалями. Описывая биографию одного из самых известных ветеранов 45-й бригады спецназа ВДВ, героя России Анатолия Лебеди, информагентство РИА новости отмечало его богатое боевое прошлое. В качестве бортового техника Ми-8 Лебедь полтора года служил в Афганистане. В середине 90-х добровольцем пошел воевать за сербов. Участвовал в Косовской войне как солдат Югославской армии. В конце 1999 года добровольцем полетел в Махачкалу, предварительно на свои деньги купив военную экипировку. Хотел защищать Дагестан от боевиков. Еще один герой России, офицер-спецназовец подполковник Андрей Непряхин, также отправился воевать на Северный Кавказ в 1999 году добровольцем. Он на тот момент был уволен из рядов ВС РФ в запас, но добился восстановления. Назначенный замкомбата 45-го ОПСП, Андрей Непряхин неоднократно в составе разведгруппы совершал удачные рейды по тылам боевиков. После их вылазок уничтожались укрепленные пункты бандформирований. Да и сами разведчики только за декабрь 1999 года сожгли четыре автоцистерны с нефтепродуктами и уничтожили свыше 30 боевиков. Десантники же потерь не имели. При ночной разведке высоты в районе селения Зандак, Ножай-Юртовский район Чечни. Андрей Непряхин хитростью выманил боевиков из этого укрепленного объекта, по нему отработала артиллерия, бандиты ушли. Но Непряхин знал, через пару часов они вернутся. Разведгруппа взобралась на высоту с хорошо оборудованными и замаскированными позициями. Там было обнаружено много оружия и взрывчатки. Спецназовцы вступили в неравный бой с вернувшимися на высоту боевиками. Непряхин получил ранение в живот. Стрелявшего в него боевика десантник уложил из своего ТТ. В конце концов командир разведгруппы вызвал по рации огонь на себя. В итоге разведчики вышли из четырехчасового боя, не потеряв никого убитыми. Перенеся несколько операций, гвардии подполковник Андрей Непряхин выжил и был удостоен звание Героя РФ.